От попадания весь мультипор на выброс. Ну, мультипор на выброс, к сожалению. Ну, что делать? Можно поломать? Жалко. Жалко. Ну, кусочек. Мы находимся в теплом сухом складе. Красивые они такие, все блестели и прочее. Молнии жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Молния разлетелась. Пачки вскрывали, качество было хорошее. Пройдет дождь, она не упадет. У нас пена для пропенивания швов. Грунтовки основит. Денису я доверяю, но хочется проверить своими руками. Давай, Руслан, бросай! Перпендикулярно рвать, да? Ничего не получится. Не покупайте всякую шнягу. Денис, расскажи, что будем делать, из каких материалов. У нас дом из газобетона. Изначально ты хотел его просто. Базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Первое, мы сейчас устанавливаем строительные леса. Строительные леса мы устанавливаем на расстоянии толщина утеплителя плюс 40-45 сантиметров. 40-45 сантиметров – это технологический зазор, который нам удобен для удобного производства работы. Первое, с чего мы начнем, это, к сожалению, мы демонтируем газобетон на оконных откосах, приклеим элементы примыкания, заклеим оконные блоки, защитим их от попадания. Весь мультипор на выброс! Ну, мультипор на выброс, к сожалению. Ну, что делать? Придется. Защитим оконные блоки, прогрунтуем фасад, сделаем провеску и приступим к приклейке утеплителя. Ну, визуально что можно сказать? Здесь, мне кажется, отклонение стен, ну, не такое большое. Здесь, мне кажется, минимальное. Но мы с тобой должны людям показать, как будто бы мы пришли на стандартный наш фасад с отклонениями газобетонных блоков 5-6 сантиметров. Ты же сам видел? Да, сейчас видел. Мы с тобой снимали вот дом. Помнишь, где эта толстая минеральная вата? Да, там все криво. Там 6-7 сантиметров было. Вывели, все в ноль. А там вообще фасад минваты. Его резали по толщине. Минвату резали по толщине. Ну, как вас? Здесь еще и выравнивание. Потому что были провалы. Достаточно серьезные в бетоне. Видите? Вот оно, 250 миллиметров. Вот оно. А здесь в некоторых местах пришлось еще делать доклейку пенополистиролом фасадным. Здесь у нас все проще. Здесь у нас качественный, хороший пенополистирол ВПС-16Ф. Производство компании КНАУФ. Компания КНАУФ поставила нам хороший, качественный пенопласт. Реально хороший, качественный. Видите? Ну да, пенопласт такой классный, действительно. Ровненький. Здесь у нас толщины 150. Можно поломать? Жалко. Жалко. Ну, кусочек. Ну, давай хотя бы с крайнего какого-нибудь. Здесь самый вид. Давай пойдем туда на край. Пойдем от пятерочки отломай лучше. Давай от пятерочки. Ее хоть не так жалко. А, ломаная есть пятерочка. А, вот, да, есть кусочек. То есть, вот, хорошая спекаемость гранул. У нас ничего не рассыпается, видишь? Да. Это хороший, качественный пенополистирол. Так что, спасибо к науку. Молодцы, хороший привезли. И теперь Денис покажет остальные материалы, из которых мы будем его делать. Мы находимся в теплом сухом складе. Значит, он же гараж. Он же гараж. Здесь, вы видите, у нас есть фасадная минераловарная плита. Року фасадбакс экстра. Вот она у нас в упаковочках, хорошенькая, чистенькая. Ну, сейчас не хочется просто вскрывать, портить пачку. Тогда при приемке пачки вскрывали, качество было хорошее. Да, мы третью или четвертую пачку специально вскрыли, посмотрели, отправили Денису в видео. Он сказал, что супер. Да. Дальше смотрите. У нас с вами клея основит, грунтовки основит. Значит, клей CoverPlex для приклейки пенополистирола и минераловатной плиты. CoverPlex TS-117 для базово-армирующего слоя. Также у нас с вами грунтовки. Проникающая кварцевая грунтовка. Собственно, вот этими материалами мы будем работать. Сокольная часть у нас с вами будет утепляться экструдированным пенополистиролом. Чем он хорош? Это фрезерованный экструдер. То есть, изначально на заводе его зашкурили ножовкой. То, что нам приходится на стройке делать самостоятельно. В следующих видео мы подробно вам это покажем и расскажем. Также у нас здесь есть клей-пена для приклейки. У нас пена для пропенивания швов. Техно-николевская. То есть, много-много хороших, интересных материалов, про которые мы вам подробно расскажем и покажем. Фасадная стеклотканевая сетка. Баутекс Еврофасад 2000. 165 грамм на метр квадратный. Разрывная нагрузка 2000. Ячейка 5 на 5. Архитектурная стеклотканевая сетка. Но про сетки хочется вам рассказать более подробно. Про сетки, про уголки, про элементы примыкания. Обращайте внимание, чтобы у вас была качественная фасадная стеклотканевая сетка с разрывной нагрузкой 2000. Вот, например, Баутекс. Очень хорошая сетка. Разрывная нагрузка больше, чем 2000. Значит, обратите внимание, вот она идет в рулонах таких. Значит, бывает с надписями, бывает без. Вот она этикетка. Этикетка обязательно синяя. Если у вас этикетка будет зеленая, то это будет разрывная нагрузка не 2000, а 1800. Ее, соответственно, на фасаде уже применять нельзя. Запомните это. Вот, посмотрите. Вот эту сетку я заказываю в Баутексе много лет. По моей просьбе на этой сетке они печатают мой мобильный телефон и мой сайт. Сайт моей компании. Сетка владельца этого завода немцы. Завод находится в Гусь-Хрустальном. Производство серьезное. Нормальное, качественное. Поэтому не пугайтесь. Нормально, хорошо, лучше, чем тот Китай, которым наводнен весь наш рынок. Дальше. По моей просьбе, Баутекс в этом году разработал и сделал архитектурную стеклотканевую сетку. Вот она идет. Обратите внимание. Плотность 80 грамм на метр квадратный. Это архитектурная сетка для сложных декоративных элементов. У нас на рынке, к сожалению, есть только Вертекс, Волмиера и вот, наконец, Баутекс. Вот, смотрите, качество сетки. Видите, не распадается. И вот это основное. То есть, чтобы ее сломать, нужно очень много времени, много усилий. Чтобы ее потом все-таки... Ну, видите, сетка реально крепкая. Следующее. Хочу обратить ваше внимание. Это, ребят, уголок с сеткой. Значит, компания Баутекс, как вы понимаете, так как является производителем сетки, то, соответственно, уголок, который она выпускает, видите, она в том числе выступает даже со своим брендом. Бывает брендированный, бывает нет. Очень часто дистрибьюторы не хотят брать с названием. Ну, для того, чтобы в кучу подмешать Китай и всяких подвальных производителей. Вот, смотрите, сетка хорошая, качественная, нормальная. Уголок прочный, нормальный, крепкий. Вот, это хороший уголок для сетки. Перед тем, как начинается утепление фасада, первоначально мы с вами приклеиваем элементы примыкания с сеткой. Мы их приклеиваем на оконные блоки. Вот они, собственно, как выглядят. 9 миллиметров. Хочу обратить ваше внимание именно на вот этого производителя. Белопласт. Это сетка Vertex. Вот она. Сетка Vertex – это серьезный конкурент европейской компании Bautex. Но Vertex, к сожалению, у нас будет стоить очень дорого. Поэтому только на элементах примыкания мы его используем, вот эту сетку. Вот, смотрите, значит, лучший тест, чтобы понять, что это такое. Когда вы начинаете резать элемент примыкания ножницами по металлу, видите, он режется, он не раскрашивается, он не отлетает. Вот это очень важная вещь. На рынке много еще нормальных, которые проходят по каким-то показателям. Но мы сегодня показываем именно лучшего производителя. Значит, элемент примыкания. Здесь есть специальная лента. Она приклеивается у нас на оконную раму. И мы вот таким вот образом приклеиваем на оконную раму. Вот мы приклеили. Она снимается. И дальше мы приклеили спокойно на оконную раму на расстоянии 15 миллиметров для того, чтобы у нас утеплитель создал четверть. Далее. Вот эта вот лента желтенькая. Мы ее снимаем. Здесь мы с вами видим двойной скотч. Мы сюда приклеиваем пленку, которая у нас в процессе производства работ зачищает окно. После того, когда мы закончим все работы, у нас вот это все будет в клею, в декоративной штукатурке. И этого ничего не будет видно. Мы с вами просто надрываем и срываем пленку вместе с вот этой защитной пластиковой полоской. У нас с вами что получается? Есть вот такой вот пыльничек, который у нас с вами имитирует аккуратную промазку герметиком. Обратите внимание, насколько качественно не приклеен, а именно варена сетка. Видите? Вот на что я хотел обратить ваше внимание. Видите? Ручки у меня не слабые. Видите? Я не могу вырвать ее. Мне просто не хватает физических сил это сделать. Это от того же производителя, капельник с сеткой, тоже белопласт. Вот смотрите, кусочек отрежем. И вы сами все посмотрите, увидите. Режу, конечно, кривовато. Задача другая. То есть, смотрите, сетка тоже, она впаяна. Она просто вварена в основание. То есть, пройдет дождь, она не упадет. То есть, это навсегда. А как у других производителей? Приклеил ветер, дождь и улетело. Есть, понимаете, очень много производителей на нашем рынке, наверное, 90%, которых применять, в принципе, нельзя. Они просто делают полную шнягу. Гнилая сетка китайская. Плохое и некачественное это соединение. То есть, вот, вот это самое лучшее, что вы можете сегодня купить на нашем рынке. А почему стоит за это переплачивать? Насколько вот эта сетка и вот эти элементы имеют значение на общую картину? Это долговечность системы. Это соединение. То есть, из этих кирпичиков создается такой большой дом, получается. Вот, понимаешь, я тебе приведу такую аналогию. Мы в советские времена, ну, я родился в 80-х годах, покупали красивые куртки. Красивые они такие, все блестели и прочее. Молния, жик, 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 молния разлетелась. И что? Куртка на вагу раз. Понимаете? Точно так же аналогия у вас фасад. Если у вас полетели примыкания, то у вас фасад, ребята, на вагу раз. А отремонтировать можно как-то? Или это на вагу раз? Можно, можно, но ремонт сравним с новым фасадом. Проще сломать и переделать. Да. Вот в этом основная проблема. Поэтому не нужно экономить на гвоздях. Ребята, вы дом строите, гвозди должны быть хорошие, крепкие, качественные. Уголки, элементы примыкания, сетки, клея, грунтовки. Все должно быть хорошее и качественное. Не покупайте всякую шнягу. Приезжаешь к людям, люди сэкономили раз, переделали. Но при переделке опять сэкономили. А потом при третьей переделке опять сэкономили. И к людям приезжаешь, по пять раз люди экономят вот так вот. Делают, начинают делать заплатки, переделки, переделка, переделки, переделка, переделки, переделки. Потом, когда люди уже садятся, считают бюджет, они понимают, что они заплатили в три раза дороже. А может это как раз от незнания? Люди просто не знают, что есть лучше, что на этом действительно не стоит экономить. Вот как раз наш сюжет и цикл утепления позволит это донести? Многие, да. Есть просто нужно понимать, что человек занимается своей основной работой, он там зарабатывает деньги. Он не пускает свои все тяжкие, он доверяет кому-то. Он кому-то делегирует свои полномочия, он платит за это деньги. А его просто банально обманывают и подсовывают всякую шнягу. Поэтому, еще раз, ребята, обращайте внимание на то, из чего и как вы строите. Тестируй. Белопласт является лучшим производителем. Я как человек, который к фасаду вообще не имеет никакого отношения, проявляю всегда скептицизм. Денису я доверяю, но хочется проверить своими руками, насколько действительно заявленные характеристики соответствуют. Ну, первое-наперво берем ножницы по металлу и отрезаем за профиль. И смотрим, как режется. Ну, режется. Срез, скол. Вот, ничего. Это не специализированные ножницы, есть специализированные, это другое. Но специализированных ножниц никогда не бывает на стройке. То есть, режется нормально? Абсолютно. Вот рядом еще. А под 45 зарежь? Ну, где-то вот так 45. Нормально, чисто. Прекрасно. Никаких столов, никаких отломов, ничего нет. Все хорошо. Ну, а теперь, как бы, основной тест. Ты у нас, как человек, занимавшийся спортом, просто его. Ну, такой достаточно? Да, достаточно. Ну, давай, чтобы было удобно взять рукой. Да. Ты же у нас бодибилдер? Нет, когда-то армрестлингом занимался. Ну. Ну. Давай. За всех сил. Давай. Я здесь не буду. Давай. Слушай, надо лицо твое снимать. Ну, у меня... Отрывается? Не очень получается. Ну, ты вбок, вбок. Вбок, да, вбок, да, оторвал чуть-чуть. Да, и то чуть-чуть. Лучше, наверное, показывать. Давай переснимем. Почему? Здесь оно почти отомывалось. Нормально, хорошо. Да, хорошо. Как раз люди должны знать, правда, они точно так же будут брать и рвать. А теперь капельник, рвани. Ну, хорошо. Просто, понимаешь, у всех остальных это, ну, намного быстрее происходит. Ну, вот это отрывается нормально. То есть, это вот, она пошла, и главное зацепить с угла. Перпендикулярно рвать, да, ничего не получится. Если хитро, как я, с угла... С краем. Да, с угла. Да, то получится, конечно, да и то отрывается, даже не получается. Разрушители легенд. Вот это не получается, честно скажу. Ну, там ты подцепил просто удачно. Нет, здесь не получается. Хорошая штука, да? Да, вот эта штука отличная. Ну, тоже, друзья, вот, без всякого... Ну, Беллопласт работает с сеткой вертекс. Ну, вот, у меня не получилось. Вот мои следы. Вот качественный производитель. Просто понимаешь, у всех-то остальных что происходит? Приклеивают. Там, наверное, прикоснись и всё отрывается. И не дай бог дождик, и ветер подует. Сетка улетает, да. Ну, вот ты пытался. Вот твоя, да, штучка? Да. Ну, то есть, вот, смотрите, вот это Денис только что мы снимали для другого ролика. Ну, хочешь дорви. Ты, мне кажется, что здесь тоже... Нет, здесь... Вот здесь вот нет. Даже с угла не получается. Не, не получается. Ногой. Ну, вот только ногой и всё. Ну, вот только ногой. Ну, это вот нога. То есть, ну, кто ногой рвёт фасады? Нет, вот они остались. Только волокна перегулярные оторвались, и всё. Так что, ребят, вот вам показатель. Поэтому работаем с лидерами рынка. И вам рекомендую. Так что, ребята, самое главное – хорошее качество на комплектуха. Обращайте на это внимание. Слушайте умных людей. Денис Клаков, Никасовец. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»